I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming Приветствую всех, с вами Худын и мы продолжаем проходить игру Kill or Love, убей или люби Да, наконец-таки мы продолжаем Посмотрим, куда заведут наши приключения нас в этот раз, точнее приключения по воспоминаниям Джека Снова наша старая добрая Яндерея по имени Анна Доброе утро всем Все пациенты приветствуют ее, я, пожалуй, тоже Ну и ну, я рада видеть, что ты наконец перестал быть мистером Бурчуном Ну, ты знаешь Ты чувствуешь себя, ты чувствуешь себя лучше Нога все еще болит? Думаю, мне немного лучше Все спокойно Это здорово, я уверена, ты быстро встанешь на ноги Свободно вернешься домой Я рассмеялся во весь голос Анна, наверное, не видит в этом ничего смешного Она рассеянно улыбнулась Я думаю, она действительно любит меня, по-своему Впрочем, это не имеет значения Воспоминание о боли, которую она мне причинила, придало мне уверенности Мое сердце готово убить ее Ну, что-то мне это не нравится Хоть она и является яндеркой, как говорится Яндерка, да, она сумасшедшая Она захочет тебя убить Яндерка хочет тебя убить, но Ну Убивать ее Ну Как-то не очень Она же все-таки любит Хоть и по-маньячески 18 августа Мое здоровье значительно улучшилось Слова доктора те самые Слова доктора те самые И я чувствую это Я больше не просыпаюсь по ночам, задыхаясь от боли И я больше не злюсь так сильно Что мне приходится грызть собственные пальцы, чтобы не закричать Я действительно обрел покой Я знаю, что делать И я знаю, что должен это сделать Я чувствую, что у меня нет выбора в этой ситуации Я поезд, идущий по рельсам со скоростью Несколько сотен миль в час без поворотов Без тормозов Как бы то ни было, это случится Странно, но это успокаивает А пока я продолжу писать Я знаю хорошую точку для остановки Первую ночь после ухода Грейс я провел в одиночестве, лежа на полу Я... У меня тогда ноги подкосились после нескольких часов Хождения взад-вперед по квартире Я расхаживал по комнате, как запертый в клетке зверь Заглядывал под подушки и ковры Заглядывал в шкафы, сам не зная зачем Может быть, я думал, что найду ее там Я проснулся во второй половине дня, укрытый одеялом Я подумал, что это сделала Грейс Что она вернулась Она не вернулась Наверное, это была Анна, подумал я Я не пошел на работу, я не ел Я не помню, пил ли я воду, но должно быть, пил И должно быть, я много спал Оказалось, что Грейс нужна мне больше, чем я думал И, разумеется, больше, чем я был нужен ей Я был совершенно один в тот день, в ту ночь И на следующий день тоже, вплоть до вечера Ой, извините Давненько, конечно, я не записывал Я прошу прощения, что я не записываю Просто сам виноват Это уже тут даже извиняться Меня можно только поносить Я дурак, набрал кучу игр И теперь мне нужно их всех снимать Ну, зато хотя бы будет неожиданностью Выход каждой серии Потому что фиг знает, что мне в голову сбредет снять Поскорее бы закончить хотя бы пару игр Чтобы потом мы приступили к одной новой игрульке Которую я нашел Она довольно интересная И она, наконец-таки, будет более динамичная Это будет не новелла Это уже лучше Ладно Вот тогда она и сделала свой ход Окна были закрыты Жалюзи опущены Должно быть, в квартире было душно и жарко Я лежал на диване дрожа Я прижимал к груди свитер, который оставила Грейс Я уже собирался провалиться в беспокойный сон Когда открылась входная дверь Мое сердце замерло, но потом Вид вошедшего человека разочаровал меня Привет Джек Я уставился на нее Что не так? Пристальный взгляд Да что ж такое-то? Она попыталась заставить меня говорить Но я был не в сне Но я был не в настроении В конце концов она нашла письмо Все еще лежащее на столе Притворилась, что нашла О, Джек О, дорогой Проваливай Тебе больно, я знаю Она ужасная, не так ли? Причинила тебе такую боль Она Свитер мягко касался моей кожи Он пах ею Я знаю, я знаю, она ужасна Позволь мне помочь Она поднесла руку к моему лицу И я отвернулся Я та, кто может сделать тебя счастливым Понимаешь? Тебе больше никогда Не придется вспоминать эту девушку Ты не захочешь Я обещаю Ее рука коснулась моей щеки Прошло всего два дня С тех пор, как я в последний раз видел Грейс И прикасался к ней Но мне казалось, что я уже забыла о человеческом тепле Я поднял руку, чтобы оттолкнуть ее И обнаружил, что не могу этого сделать Вместо этого я положил свою руку на ее Я почти заплакал Во мне было так много эмоций, которые смущали и переполняли меня Но Анна была здесь, и она шептала мне, что никогда не уйдет Мы занимались любовью Там, на диване После этого я использовал свитер, чтобы вытереть пот Анна лежала рядом со мной, мягкая и теплая Обеими руками обнимая меня Я просто похлопаю авторам за то, что они не делали описание Я просто благодарен Просто благодарен Потому что тогда бы этот кусочек, скорее всего, я вырезал Потому что я не могу просто читать на видео вот такое вот описание Максим пробежался бы крайне быстро, чтобы не умереть Я не знаю почему Такой уж и человек Хотя... ну ладно Утром после долгой-долгой ночи Анна взглянула на меня и задала вопрос Я устала, а ты? Ого! Я не пойду сегодня на работу Я позвоню и скажу, что заболела Что насчет тебя? Я не знаю Я не пойду на работу Я совсем не думал о работе Это было так неуместно Это хорошая идея Эй, я пойду к себе домой Я хочу принять хороший горячий душ Горячий душ Пойдем со мной? Конечно, да В моей квартире, конечно, был прекрасный работающий душ Но я не хотел оставаться один Мне было страшно После того, как я принял душ у нее дома Анна сказала мне, что я могу остаться здесь на некоторое время Пока тебе не станет лучше Сказала она мне Что скажешь? Я сказал да И вот как все прошло Я не чувствую стыда за то, что сделал Я знаю, что должен Но его нет Проблема в том, что я действительно не чувствую Что сделал что-то плохое Я как будто со стороны наблюдаю за тем Как меня обманывают Как я изменяю Грейс И живу с этой женщиной Которая причинила так много страданий Стольким людям Я знаю Мне должно быть стыдно То, что я сделал Отвратительно И я не могу изменить этого Изменить это Я позволил превратить себя в животное Этот месяц я хотел бы забыть И никогда не вспоминать Поэтому я не буду писать об этом Или о чем-то еще Я уже достаточно написал С меня хватит Этот дневник мне очень помог Но он мне больше не нужен Вот и все Это прощание Значит, прощай ДФМ Джек Фрайдей Его, я до сих пор помню его фамилию И имя Хотя бы, он хрен знает Сколько времени прошло Больше двух недель С последнего выпуска Я проснулся И обнаружил Что в комнате темно Невероятно О! Пятая глава Новый вид счастья Это что за такой Новый вид счастья? Наверное Невероятно темно Неважно Открыты Мои глаза Или закрыты Ничего не изменилось Что-то было не так Воздух пах Воздух пах Как-то по-другому Грейс тихонько Застонала Во сне Она лежала Рядом со мной Я наклонился Чтобы убедиться Что она здесь Эммм Джек? Услышать Ее голос Было все равно Что найти Змею в постели Я чуть не упал На тумбочку Ты в порядке? Плохой сон? Ост Отстань от меня Тьфу Отстанет Она прикоснулась Ко мне Кожа Кожа Я вспомнил Где нахожусь И почему я здесь Лучше? Да Прости за это Хорошо Я откинулся На свою сторону Кровати А она Вз Вз Взрошила мне Волосы Ты меня Напугал Я не нарочно Она так У нее даже улыбка А когда она улыбается Полностью У нее какая-то Такая улыбка Она похожа На ухмылку Больше Улыбку Ухмылку Кровожадный Убийца Как по-другому Не назовешь Готова Сцепиться тебе В горло Все нормально Я знаю Ты об этом Я знаю Ты бы Этого не сделал Потому что Любишь меня Дорогой дневник Дорогой дневник Все это Того стоило Все эти годы Ожидания И надежды Настолько Окупились Я никогда Не ожидала Что все Пройдет Так хорошо Теперь я чувствую Себя так глупо Что когда-то Волновалась Шлюха Грейс Исчезла Из поля зрения Это было легко Она так Всего боялась И Джек Весь мой Тупые бабы В глазах Янгера Все бабы Тупые Кроме нее Я думала Что он будет Бороться Намного больше Я так им горжусь Даже в том Ужасном состоянии В котором он Сейчас находится Без всяких Воспоминаний О нас Он знал В глубине души Что должен Выбрать меня Вместо нее Ты такой Милый Джек То как ты абсолютно Беспомощен Без меня Я повалую тебя Еще немного Я могу это сделать Спешить некуда Нет никакой спешки Мы достигли Нашего счастливого конца Я прошелся По спальням Шаг 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 Поворот Шаг 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 Поворот Это была не очень Большая комната Примерно Такого же Размера Как и у меня Шаг 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 Поворот Было темно Шорты были задернуты Но и без них Было так темно Тьфу Тьфу Это не шорты были Было темно Шторы были Затернуты Но и без них Было Было темно Неоновые зеленые цифры Будильника Парящие в темноте Показывали Что сейчас Пять часов Утра Пять И что сегодня Понедельник Шаг 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 Просто Няна Зашуршала Она что-то Пробормотала И села Шаг Почему ты Я сделал Глубокий вдох Это помогло Мне сдержать Дрожь в голосе Когда я ответил Ничего страшного Возвращайся В постель Что такое Что-то не так Да Расскажи мне Я заставлю Это исчезнуть Нет Пожалуйста Это глупо Расскажи мне Я подошел Ближе к кровати Ударился головой В ее бок И вздохнул Это Этот Понедельник Секундочку Продолжаем Ой Черт Ножа Ночью Этот Этот Понедельник Она бросила взгляд Через мое плечо На будильник Да Понедельник И Мне пора На работу Когда Грейс Когда она Когда я вернулся В пустую квартиру Было раннее утро Пятница В пятницу Я пропустил работу Должно быть Я хожу По тонкому льду Я даже не позвонил И Просто не ходи Просто не уходи Но если я не пойду сегодня Меня точно уволят И Что ты имеешь под И Это серьезно Не расстраивайся Вот Она лениво встала Обняла И поцеловала меня Несколько мгновений Мы стояли молча Вот так Разве сейчас Все не кажется лучше Но Я все еще Ох-ох Нет, милый Я сегодня Ты останешься дома Она сильнее прижалась Ко мне Я чувствовал ее Мягкость Тепло ее тело Я едва мог Чувствовать что-либо еще Ты не хочешь Пойти на работу Не так ли Я Я не знаю Но я должен Ты никому Ничего не должен Все будет хорошо Конец света Не наступит Я снова Хотел ответить Но она Прижала палец К моим губам Знаешь что Мне только что Пришла в голову Идея Если ты Съедешь Из этой Ужасной квартиры И будешь жить со мной Тебе больше не придется Работать в этом ужасном Магазине Звучит неплохо Не правда ли Это звучало хорошо Она так хорошо Меня понимала Но я был Уверен в себе Я попросил Я спросил Действительно Или хорошо Будет ли Для меня Остаться тут Конечно Я бы не хотел Чтобы ты Был где-то Еще Дорогой дневник Дорогой дневник Ой Ой мой бог Ой господи Как все Как это все Идет так хорошо Раньше Это никогда не работало Так хорошо С теми пациентами На которых я испытывала Даже несмотря на то Что были Смертные Смертельные Случаи Хотя их никто Не навещал Все они Остались Наедине с тобой Тьфу Остались наедине с собой До самого конца Но с Джейком Я могу делать Все что угодно Он как глина Я могу превратить его В кого угодно Во что угодно Какой ужас Ему так повезло Что это делаю я Можете себе представить Кого-то другого С такой ответственностью Нет 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 Что я такое говорю Никто другой Не мог заставить Его так сильно Захотеть измениться Я Только я Он такой только потому что Что очень любит меня Он всегда любил меня Даже когда он Этого не понимал И он всегда Будет любить меня А я буду Всегда Любить его И мы всегда Будем вместе Всегда Ах Я так счастлива Что могла бы Закричать Сейчас я его Только Подразниваю Но это нормально У нас есть время В отличии от Других Мальчиков Он не собирается Умирать В отличии от других мальчиков Он не собирается умирать Я вот не мог подумать Что она имела ввиду под тестами Она шоль проводила над пациентами Тесты по контролю Ихнему контролю, психологическому давлению Или типа того И собираются умирать У нее шоль уже были куча таких вот джеков И она истинно верила Что они ее любят А потом она их убивала Как обычные яндера Типа ты не достанешься никому Не мне, так никому И на тебе, не знаю, шприцом в горло Так шоль? Теперь понятно Почему Джек в начале ее так побаивается Да и все время она какая-то жуткая Теперь еще жучче От этих слов Шли дни, может недели Джек Давай, Джек Смех Если ты меня не отпустишь Я не смогу пойти на работу Понимаешь? Тогда не уходи Останься здесь И один из нас должен пойти Это нам нужно, чтобы выжить Мне нужно ты, чтобы жить Хм Это очень мило Но мне все равно надо идти Я не сдвинулся с места Она провела пальцем по моим волосам Все это Мне это понравилось Если ты сейчас отпустишь меня Я обещаю, что приготовлю тебе особенный сюрприз Когда вернусь Правда? Правда Обещаю Ладно Я заставил себя отпустить ее После того, как она ушла Я лег на кровать Я ждал, когда она вернется Больше я ничего не делал Сюрпризом Анны стал большой пластиковый пакет Он был большой Полный чего-то Посмотрел На нее Потом на него Потом снова на нее И нахмурился Вот увидишь Пошли Нам нужно куда-то сходить Пойти На улицу Да Разве это не здорово? Я отвел взгляд Что, ты не хочешь? Я держал перед собой подушку Она должна была служить барьером Вот Ты больной Ты большой пугливый кот Пошли Она взяла меня за руку И потянула Я не сдвинулся У нее была сильная хватка Или, может быть, я стал слабым Но я остался на месте Хех Так ты правда не хочешь идти? Давай Почему мы не можем просто остаться здесь? О, дорогой Я не хочу, чтобы квартира сгорела дотла Меня заставили одеться в уличную одежду Она была грубой и холодной Снаружи было еще грубее и холоднее На улице было мокро Должно быть, шел дождь Люди бросали на меня взгляды Они смотрели на меня, как на мусор Почему? Что я им сделал? Ну, скорее всего, они видят, что она превратила тебя буквально в реально пугливого кота или собачку Что ты даже выйти никуда не можешь, если тебя отсюда не вытянуть Я боюсь представить, как ты выглядишь Хотя, скорее всего, за тобой ухаживают Из-за этого ты еще не превратился в такого бородатого, не очень хорошо выглядящего мужчину Что я вообще кому-то сделал? Ох, эй, полегче, у меня рука болит Прости Все нормально, если тебе действительно некомфортно, мы можем вернуться домой прямо сейчас Правда? Да, но я знаю, ты справишься Так ты сделаешь это для меня? Я... Вот это было бы сейчас прямо в тему, если бы я чихнул Да, хорошо Отлично, спасибо, Джек, ты так добр ко мне Мы шли более 15 минут Мои ступни болели и ноги издавали щелкающие звуки Я нормально не гулял больше недели Но я не аж... но я не жаловался Мы почти пришли Ты знаешь, где мы сейчас? Я покачал головой Анна провела меня туда, где я никогда не был Никогда не был Каждая улица, по которой мы проходили, была грязнее, сырее и заброшеннее предыдущей И люди смотрели на нас, все более злобно Я думал, что они собираются причинить нам боль Но Анна не боялась, поэтому я тоже старался быть храбрее Что бы ни было у нее в пакете, оно не было тяжелым Пакет был полон и почти принял форму шара, но все равно легко качался Как ты думаешь, что там? Анна заметила, что я смотрю Я не знаю Хочешь угадать? Мне не хотелось, я сказал ей, что не хочу Я сказал ей, что ничего не могу придумать Ну ладно, скоро все увидишь Через пять минут я увидел, что наша цель пустая улица Целая улица, дом за домом, совершенно заброшенная Дом за дом Тротуар был весь в трещинах Здания, которые все еще стояли, были пустыми И все вокруг заросло бурьяном Это скорее были джунгли, чем городская улица Она была ужасной, мне было противно даже смотреть на нее Разве это не прекрасно? Ага Я покажу тебе лучшее место здесь Мое любимое Пипец У нее еще и извращенное, точнее, нестандартное понятие красоты Ну ладно Но это будет наш секрет, хорошо? А вот тут идеальное место Узнаем уже в следующей серии, что это за секретик Прям идеальное Очень такое интересненькое место И небольшая интрига есть Что же там будет? Мусорка? Ну и что там она? Мне такие подозрения, что она, скорее всего, что-то хочет, чтобы мы что-то вспомнили Мне вот это вот кажется Потому что она постоянно упоминала в дневнике про то, что она будет его подкалывать Как будто она сейчас ведет нас через все эти трещобы Чтобы подумала, что мы можем что-то вспомнить, глядя на них Ну это чистая теория Посмотрим, что будет дальше Буду надеяться, вам понравилось Ставьте лайки, пишите комментарии с предложениями новых игр Мнениями о видео Или просто Просто именно Может вы хотите теории поделать Именно Ну, может пообсуждать, что может быть дальше Если вы, конечно, не проходили игру Вот До конца Вот Ну и заглядывайте в описание Там будет ссылочка на мой дискорд сервер И на дискорд сервер по доки-доки Буду рад вас там видеть И Не забудьте нажать на кнопочку подписаться и на колокольчик Чтобы первыми узнавать о выходе новых видео И с вами я, конечно же, не прощаюсь Скоро увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok